Представляем вашему вниманию главные новости антикоррукционного службы Алматинской области за прошедшую неделю. Департаментом за прошедшую неделю в рамках проекта Антикорлайф проведено 9 эфиров и в рамках проекта Адалкумик проведено 65 разъяснительных эфиров. Руководитель Департамента по Алматинской области провел интернет-конференцию, в рамках которого ответил на вопросы, поступившие от жителей области, и дал соответствующие разъяснения. На площадке сервисного акимата Толгарского района руководитель Департамента по Алматинской области провел выездной прием граждан в Толгарском районе. Руководителем межрайонного управления по Южному региону проведен прямой эфир Антикорлайф, в рамках которого рассмотрено представление вам, кстати, 200 УПК РК. Участием заместителя Акима Алматинской области проведено совещание по обсуждению итогов внешнего анализа коррупционных рисков деятельности курируемых управлений. Сотрудникам ревизионной комиссии, работникам земельной сферы, военнослужащим Алматинской области разъяснены новшества антикоррупционного законодательства. В целях обеспечения безопасности автомобильных дорог в зимний период Департаментом совместно с Департаментом полиции проектного офиса жрецу Адалдахалана в рамках проекта САПАО-ЖОЛ проведен мониторинг автомобильной дороги республиканского значения Алматы-Ускимен. Антикор Алматинской области в рамках проекта информационно-просветительского штаба запустил серию онлайн-воспитательных уроков с участием Асхата Абжанова, тренер по лидерству и мотивацию, основатель Республиканской школы лидерства Жанг Аурпак. В очередном выпуске телепередачи жрецу Адалдахалана заместители Акимов города Капшагай, Замбылского, Алакольского районов рассказали о принимаемых мерах по противодействию коррупции в регионе. С участием филиала АГУ проведены обучающие вебинары по внедрению комплайн-служб антикоррупционного стандарта для представителей бизнес-сообщества области. Во всех районных и городских полицейских подразделениях Алматинской области с соблюдением всех санитарных норм вновь введены действия фронт-офисы по приему граждан. Видеоблагодарность департаменту от жителей Алматинской области по блеститься Мукашева Адиля. Активисты клубов Санал-Урпак запустили антикоррупционную эстафету Санал-Урпак Жаркун-Булаша. В рамках проекта по антикоррупционной защите бизнеса и инвестиции департаментом на минувшей неделе подписано два соглашения с инвесторами с общим объемом сопровождаемого инвестиционного портфеля более 7 миллиардов тенге. По итогам антикоррупционного мониторинга, проведенного департаментом в сфере реализации государственной молодежной политики области, были отменены два лота с общей суммой 455 миллионов тенге. Продолжаются рубрики «Антикоррупционный глаз Сари. Знаете ли вы, как борются с коррупцией в разных странах мира?» Новостные статьи о проводимой работе департамента на страницах республиканских информационных агентств и журналов. Продолжение следует...